Доброе утро, вы слушаете Финам ФМ, меня зовут Елена Лихачёва, здравствуйте. Что нам стоит дом построить? Дом, мобильный домик, ну или ресторанчик, или кафе, или какой-нибудь навес, или башню. Действительно, им это ничего не стоит, они делают это быстро. Владимир Ермолов у нас сегодня в программе, человек, который делает навесные конструкции, натяжные конструкции, любые другие быстровозводимые конструкции, так это, кажется, правильно называется, да, Владимир? Итак, быстровозводимые конструкции, я предлагаю пояснить нашим слушателям, для того, чтобы потом наш с вами разговор был им понятен. Нет, ну быстровозводимые конструкции, это те, которые быстро возводятся, они могут быть не обязательно... А натяжные, это те, которые натягиваются, а навесные, те, которые вешаются. Чуденько, прекрасно, всё понятно. Вот поэтому наша область, это сооружения из мягких оболочек, или на основе мягких оболочек. Они бывают двух типов основных, это те, которые натягиваются, мембранные сооружения, мембранные конструкции, И те, которые можно надуть, надувные или воздухоопорные. Приведите конкретный пример. Вы когда говорите о надувной конструкции, у меня сразу какие-нибудь батуты для детей. Палатка. А, палатка. Обычная палатка или шатёр, или юрта. Это сооружения древние, они возникли на заре человечества. И они являются как бы прообразом, прототипом мембранных сооружений. Поскольку в них используется мягкая оболочка, это либо шкуры, либо ткани, либо ещё какие-то варианты мягких мембран, и они натянуты на какой-то каркас. Вот современные натяжные конструкции, они, конечно же, не повторяют эти формы, поскольку другие материалы и другие принципы конструирования, но смысл тот же. Для того, чтобы они были полноценными сооружениями, они должны быть очень хорошо натянуты. То есть предварительно напряжены или преднатянуты. Это основа их существования. Если они не будут натянуты, их располтает ветер, они улетят, порвутся и так далее. Вот такого рода конструкции применяются в основном где? Ну, первое, что приходит голод, это какой-то фастфуд, такой мелкий ритейл какой-то, да? Какие-то палаточки, маленькие кафешки на весе кафе. Ну да, в условиях застройки города, существующей, сложно построить какое-то капитальное сооружение. Поэтому очень хорошо они применяются для таких вот целей создания летних кафе. Это одна из областей применения. Другая сторона медали — это более крупные сооружения, ну, например, там, скажем, для спорта. То есть не обязательно, чтобы это сооружение было быстро построено. Требуется перекрытие больших пролетов. В традиционных конструкциях это достаточно сложно сделать. А в этих конструкциях это достаточно просто. То есть с меньшими затратами все упирается в деньги. То есть более дешевые конструкции при перекрытии больших пролетов. А какие могут быть пролеты? Ну, соответственно, они быстрее тоже. То есть это какой-то можно там мини-стадиончик такой натянуть, да? Какую-то крышу над стадиончиком, например. Ну, у нас есть сооружение, которое перекрывает футбольные поля. А, вот даже как. Да, полностью футбольное поле. Еще там с какими-то небольшими зазорами для трибун. Это сооружение размерами 76 на 110 на 120 метров. Ничего себе, да, объемчики. Сколько проектов уже реализовано? Ну, я затрудняюсь ответить немного. Ну, сколько? Десятки, сотни? Ну, больше 50. Больше 50 уже, да? Ваша компания существует, еще раз напомните, сколько лет? Официально с 2002 года как ООО. А до этого? О, до этого много было историй. Это был и кооператив под названием «Идея», который возник в 89-м году практически, как только появился закон о кооперации в СССР. И вообще-то я был 11 лет в армии. И что вы там проектировали? Моя специальность называлась, ну, вернее, не специальность, а область творчества. Это было мобильное базирование фронтовой авиации. И чем конкретно вы занимались? Мобильными сооружениями для размещения в них самолетов фронтовой авиации. А, то есть практически тем же самым, чем вы занимаетесь сейчас, да? 11 лет вы этим занимались. А ушли почему? Ну, потому что просто все развалилось? Потому что все развалилось, да. То есть я ушел... Так, я уже забыл, в каком году я ушел. Пришел я туда в 80-м, значит, соответственно, в 91-м, 92-м году где-то так вот. Слушайте, ну, в начале 90-х куда-либо уйти, практически так вот в никуда. Страшно же, наверное, было. Ни денег, ни особенных возможностей заработать. Или вы уже уходили как-то понимая, чем вы будете заниматься? На гражданке, что называется. Ну, вот как раз в это время и был создан этот кооператив под названием «Идея». Вот. И целью этого кооператива было то, что все-таки попробовать делать сооружения вот эти вот из мягких оболочек, мембранные и воздухоопорные, для уже гражданских целей. Вот. Ну, и поскольку жить нужно было все-таки, то занимались и обычным строительством. То есть совмещали? Да, совмещали. А строили что, коттедж, домики? Коттеджи и домики, домики с башенками. Понятно. Знаменитые. А, понятно. Портили ландшафты пригородные, да. Портили, портили, портили. Пытались, конечно, доказывать, что это все не то, что нужно делать другую архитектуру, но... Вам как архитектура, наверное, вообще-то поперек горло, наверное. Это противно было, конечно, поперек, да. Ножом было. Но, тем не менее, заказчик... Знаете, как про 90-е говорят? А люди не убивали, и слава богу, потому что, в принципе, в этот период времени каждый зарабатывал как мог, не воровали, не убивали, и тоже большое спасибо. Да. Ну, ладно, это, конечно, так, в качестве шутки. А что касается мобильных сооружений? Вы помните первые продажи? Потому что, все-таки, знаете, наладить на тот период времени не такие уж и привычные, да, не такую привычную продукцию, как она сейчас, кажется, привычной, достаточно сложно. То есть сделать и сделать... Да, это тяжело было продвигать, очень тяжело было продвигать. Потому что, во-первых, ценовой диапазон не соответствовал. Сейчас это выровнялось. У нас был очень дешевый металл, дешевые строительные материалы. А материалы для этих конструкций мы покупали за границей, и они стоили достаточно дорого по тому времени. И поэтому конкуренции с традиционными конструкциями мы не выдерживали. А традиционные конструкции что вы имеете в виду? Ну, знаете, вот я называю наши конструкции, это пятый элемент в архитектуре. Есть четыре основных. Это остальные конструкции, деревянные конструкции, железобетонные конструкции и стекло в архитектуре применяется. Вот пятый элемент — это текстильная архитектура. Ее так еще называют. Вы все время говорите «мы». «Мы» — это кто? Раз была команда изначально? Да, команда была, небольшая команда. У меня был партнер. Тот человек, с которым... Ну, он не один, у нас было пятеро. Мы основали кооператив «Идея». Все бывшие военнослужащие? Нет. Разные, да? Только я бывший. Все разные. А на чем вы сошлись? Просто друзья или... Просто друзья. То есть вы друзья? Просто друзья. Это было пятеро друзей, которые решили основать кооператив. Решил основать его я, и их к этому подтягивал. А они сопротивлялись и не хотели. Я им говорил, дураки, нужно это все сделать, давайте будем зарабатывать, будем делать работы. Потому что появилась такая возможность, когда кооперативы открылись, можно было открыть свой расчетный счет, получать туда деньги, потом эти деньги снимать. Это вообще было идеальное время, потому что даже с точки зрения налогообложения, у нас был первый год 5%, на второй нам определено было 10%, а третий и последующий был 15%. Да, вот когда говорят, что невозможно было в России начинать там честно как-то легальный бизнес, потому что, потому что и дальше большой список, в принципе, можно было. Можно было. Можно было, и еще как. И вполне даже легально, без всяких мерзких историй. Потом у нас была еще компания, называлась она «Росстрой Прогресс». Мы занимались обычным строительством. Эта компания была вместе с моим товарищем, с которым я учился. Фактически это была его идея создать. Я в то время как-то так вот немножко оказался на перепутии, потому что идея с идеей, она немножко как-то претерпела фиаско. Вот. И мы с ним сделали эту фирму и занимались обычным строительством. Пошло? Да, пошло. Пошло. Мы получили участок земли в Щелково. Там планировали строить коттеджи, продавать их там и так далее. То есть это все были какие-то работы. Выполнили. Такой наиболее интересный заказ был, это мы выиграли конкурс для звездного городка строительства жилых домов для американских астронавтов. Ух ты, вообще как интересно. Выиграли и построили? И построили, да. Там основное условие заключалось в том, что они должны были предоставить, ну, по какому-то контракту между Черномырдином и Гором совместное там исследование космоса. Те американские астронавты, которые жили в звездном городке, должны были жить в условиях, не таких, в которых они привыкли жить на родине. Поэтому было принято решение построить американские дома. Полностью по всей технологии американских этих домов. И поэтому мне пришлось изучить всю вот эту технологию строительства американских домов, каркасных, фанерки, те, которые можно кулаком пробить, как в фильмах показывают, знаете. Да, да, да. Причем многие наши вот жители думают, что это какая-то там голливудская история. А на самом деле, вот эта вот американская мечта каждой американской семье обязательно трехэтажный дом с гаражом и лужайкой. Это же такая вообще фанера на самом деле. Вот пока ты не увидишь это вот собственными руками, в смысле глазами, не потрогаешь руками, это прям, ну, даже сложно в это поверить, насколько это фанера. Да. И все внутри тоже какой-то декораций. и в ней можно жить. Это теплый дом, хороший дом. Да, теплый, фанерный, декоративный такой дом. Но, к сожалению, да, в нашем климате не всегда в нем можно проживать. Хотя, в принципе, можно. Нет, можно. В некоторых районах вполне можно, да. По крайней мере, в Москве-то, наверное, можно. Может. Так что с ней стало потом? Да, получилась очень неприятная история. Ну, как всегда бывает, когда, наверное, ну, не всегда компаньон меня выживал. И выжил. И я просто ушел. Понятно. Уйдя оттуда. Да, да, да. Такое бывает. Но она успешно развалилась. Извините, вот чтобы так, знаете, для слушателей сказать, действительно, очень многие начинают в партнерстве бизнес. Так вот, чтобы люди уже понимали, где нужно соломки подстелить. Дайте совет, чтобы у вас со временем, когда компания начинает успешно уже развиваться, когда этап стартапа уже позади, и когда пошли деньги, вот здесь люди начинают иногда меняться. Причем так, что ты просто вот смотришь, и думаешь, боже, боже, неужели это тот самый человек, с которым я начинал убивиться? Деньги портят людей, это да. Они, может быть, и не портят, они просто раскрывают то, что в человеке и так было заложено. Я вот не верю, что они портят. Они не портят, они просто как бы открывают, раскрывают те самые грани. Ну, тяжело справиться с этой ситуацией, видимо, психологически человеку, когда начинается вот этот дележ, когда начинается заглядывание в карман, когда начинаются там какие-то мысли. И, может быть, это не только, там, скажем, участие непосредственно этого человека, это, может быть, и семейные какие-то там разговоры, так сказать. Жены иногда решают многие вещи. Да. Но это случается. Каких-то советов дать по этому поводу, ну, нет, я не могу. Ну, просто будьте внимательны. Ну, а как-то подстраховаться можно? Может быть, как-то на этапе стартапа прописать? Наверное, можно прописать. Вы не прописывали тогда, да? Нет. Ну, вот, может быть, да, действительно, для того, чтобы таких моментов избежать, нужно прописывать все максимально подробно, что для вас потом может оказаться важным. Даже если вы начинаете делать бизнес с друзьями. Это, знаете, как когда люди вступают в брак, на этапе вот этой эйфории, да, никому не приходит в голову заключить контракт. Ну, вообще-то, вообще-то это неплохо было бы. К сожалению, у нас это не приживается. Ну, между прочим, в бизнесе тоже не сильно приживается, особенно если человек стартует бизнес с друзьями. Значит, правильно я понимаю, после вот Рострой Прогресса, да, ну, вот это не совсем приятная история, мы решили вернуться все-таки к предыдущей идее, да, к кооперативу «Идея». Да, какое-то время я вернулся в этот кооператив, но уже кооперативы были неактуальны, даже само слово, оно было уже как бы испорчено, и являться куда-то какому-то заказчику и представляться как кооператив уже было неинтересно. Поэтому я зарегистрировался как частный предприниматель. В то время была такая формировка. Потом она стала формировкой «ПБОЮЛ», а сейчас индивидуальный предприниматель. И уже под маркой вот этого частного предпринимателя я всерьез занялся вопросом того, что надо создавать предприятие, потому что рисовать все эти конструкции, у меня уже там десятки альбомов изрисованных, никогда ты не сможешь получить полного удовлетворения, ну, соответственно, и вознаграждения, если это не будет построено. То есть быть бумажным архитектором мне никогда не хотелось. Поэтому я вышел из аспирантуры, пошел в армию, где мне обещали, что все, что ты придумаешь, будет построено. То есть вы из тех людей, которые все-таки предпочитают реализовывать свои мечты, а не в стол работать. Да, потому что это самое большое удовольствие, когда ты созидаешь и видишь результат своего труда. Трудно с вами не согласиться. И зарегистрировался как частный предприниматель. Зарегистрировался как частный предприниматель и стал искать место, где можно было бы взять какой-то участок в аренду, построить там здание предприятия и организовать производство. Потому что без производства дальше уже ничего нельзя было бы сделать. То есть надо не только проектировать, рисовать, но надо это дело изготавливать. То есть полный цикл вот этой вот услуги. От идей до реализации. Вы где-то кредитовались или свои были деньги для того, чтобы... Нет, были свои деньги, и я занимал по друзьям, по родственникам, по знакомым. А с кредитованием как-то вы прощупывали эти возможности? Я продал квартиру. А, вот что, понятно. А как, кстати, жена среагировала? Это квартира была, где жил мой отец, он умер, квартира осталась. Поэтому был вопрос о том, что дальше делась эта квартира, ну, решили продать. В то время это какие-то были совершенно маленькие деньги, если сравнивать по сегодняшним ценам. Но их, в общем-то, хватило достаточно. На старт хватило. На старт хватило, да. На старт хватило, плюс те накопления, которые были. И я очень много денег занимал. Очень много занимал денег. Напомните еще раз, какой это был год? Это был 97-й год. Так, 97-й год, а в 98-м... Да. Как вы... Успел вложить. Назанимали денег. В рублях хоть занимали? Нет, занимал в валюте. Так. И в валюте отдавал. Ну, в 98-м году уже было с чего отдавать? Нет. Я в 98-м году не отдал. Я отдал позже. То есть вообще-то в 90-м году такой... Ну, в 97-м году это была регистрация вот этого частного предпринимателя. А реально, пока я нашел, пока то, деньги я занимал уже в 99-м году. А, ясно. Вот, поэтому здесь вот это 98-й год. Ну, что, что не в 97-м, то было бы сложно, конечно. А, ну, там еще... Так свою биографию не вспомнишь сразу. Был еще период, когда у меня было совместное предприятие с моим товарищем венгром. Он архитектор Майер Шгаббер. И у нас было предприятие под названием Архитент. Мы с ним, ну, практически случайно познакомились, потому что была такая идея в армии. Ну, не идея, а лозунг. Армия народному хозяйству. И вот с нас там к ножом в горло, что вы можете дать для народного хозяйства? Ну, что мы можем дать? Ну, давайте дадим вот сооружение для самолетов, пускай стоит. Вот. И когда вот это была идея, лозунг давайте армию народному хозяйству, то решили, что можно делать вот эти конструкции, скажем, там, для теплиц или для хранения какой-то сельскохозяйственной техники. В общем, все было упорно сельскохозяйственную. И меня послали в Венгрию на агрокомплекс. Там была такая фирма, которая занималась близкими вещами, которыми мы занимаемся. И там я познакомился вот с этим Габбером. Габбером. И наше, в общем-то, знакомство переросло в дружбу. Когда вот я ушел из армии, то вспомнил о наших отношениях. Тогда уже появился у нас интернет первый еще. Dial-Up Connection, все эти штучки. Слушайте, а ведь уже 10 лет прошло. Ну сколько там, 15, да, 13? Да, кажется. Даже сложно поверить. Что-то там по 20 раз ты эту кнопку нажимаешь, чтобы она звонится. А сейчас просто, если вот больше секунды ты ждешь, ты уже начинаешь ждать. Что так медленно? Не летаем. Что за ерунда? Да, и если кино там где-то тормозит, когда ты смотришь онлайн его, то тоже уже начинаешь деситься по этому поводу. Вот. И в Венгрии мы сделали много сооружений. Построили. Арендовали в то время уже рассыпавшийся завод Грабопласт. Там был цех по выпуску таких вот сооружений, как мы делали для армии, они тоже делали для армии. А мы им передавали документацию там, ну и так далее. Вот. И стали работать в этом направлении. И в 99-м году он мне позвонил и сказал, что есть заказ сделать конструкцию для Хоргадинского аэропорта. Это был, наверное, самый первый такой крупный, да? Да, да. Как раз производство только сделали, только денежки вложили. Нет, у меня еще производства не было. А еще не было? Я только получил землю. Землю мне дали там, где была свалка. Дали при условии ликвидации свалки своими силами. И то, значит, это была как бы аренда на полгода, а потом, значит, на период установления права, устанавливать на период, там, оформления права устанавливающих документов. У меня только на ликвидацию свалки ушел год. А как вы рискнули? Там вывезли оттуда 650 самосвалов. 650 самосвалов? Да. Во сколько вам это денег обошлось? Помните? Нет, не помню. Ну, я представляю, что, наверное, много. И вы так вот рискнули на полгода. А был же, наверное, такой вариант, что вы, например, там, свалку все это убрали, они потом такие, спасибо, до свидания. Был такой вариант, безусловно, такой вариант существовал. И у меня очень много я потратил времени и сил на то, чтобы узаконить вот свое существование на этой земле. Ну, удалось. Очень много, очень много. Ну, на данный момент, да. И то, так сказать, это аренда. То есть вы по-прежнему продолжаете продлевать, наверное, каждый раз тратя по килограмму нервов. Больше даже. Это самый сложный вопрос. Полтора как минимум. Хорошо. Значит, тогда была только земля. Уже расчищенная земля. Она стала расчищенной к 2000 году. Я когда уехал, это еще было. У меня оставались мои ребята. Ну, надо сказать, что когда вот эта история с Росстроепрогрессом получилась, то, что я вынужден был оттуда уйти, или меня ушли, то со мной ушли рабочие, которые со мной работали. По собственному желанию они. Изъявили такое желание, сказали, что не, 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 мы работать не будем, мы с тобой уходим. И они работали вот на этой территории и занимались вот это ее благоустройством, удалением свалки, там какие-то небольшие постройки. Вот этот проект хургадинский, он дал мне дополнительный толчок такой финансовый. Ну, не так много, как хотелось бы, конечно, но... А что именно в аэропорту выстроили? Прямо с... Пассажирский терминал. Пассажирский терминал в Хургаде? Да. Он существует до сих пор? Да, не существует. Вы летали в Хургаде? Да, да. Никогда голову наверх не поднимали? Ну, поднимала, но я просто не обращала внимания. Я вот сейчас не помню, это просто было лет 7 назад. Гигантский тент такой, один смачт, он длиной там 200 метров. Слушайте, ну да, я вот просто... Я даже не знала, что это вот именно вот ваше, да. Это самое такое вот действительно, наверное, ну, один из самых больших ваших проектов, ну уж по крайней мере... Ну, на сегодняшний день уже нет, из первых, да. Из первых, да. Итак, значит, получили этот проект, при этом еще не до конца расчищенная территория, производства еще нет, но вы уже подписались. Да. Авантюрист. Я подписался. Так, хорошо, полетели туда и... Ну вот я почти год провел в Египте, 9 месяцев. Проектировали? Нет, проектировал здесь дома, потом летал в Венгрию, там с Габаром встречались, там совместно все эти вещи делали, потом это изготовление было на вот том заводе, про который я говорил, где была эта фирма, наш архитент. Но к тому времени уже там нашелся человек, который этот завод выкупил за 1 доллар. Ну, с долгами там, со всеми пирогами. То есть, ну, официально даже в газете я читал, что это было приобретено за 1 доллар. Ну, такие сделки очень часто бывают. Ну, да. Вот, и они изготавливали этот тент. То есть, это не мы делали, у нас не было еще производства, и мы им поручили изготовление. Ну, они очень неважно сделали, это плохо. Много там ошибок было. Сэкономили на материале, купили дешевый, там, ну, были истории. Несколько раз переделывали. То есть, вот там, в Хургаде, все-таки пришлось что-то там дорабатывать, доделывать, да? Да, да, да. И сейчас вот я сейчас был, встречался с Габбром, летал в Вену. Там пригласили в университет прочитать лекцию. И он сейчас ведет переговоры, это его любимое детище, о том, чтобы сделать новый тент для этого аэропорта. Проще уже, короче, сделать новый, чем по... Ну, времени прошло уже прилично. То есть, времени прошло с 2000 года, уже прошло 11 лет. А при таком активном солнце, материал, из которого он сделан, он уже, в общем-то, на ладном дышит. Поэтому не сегодня, а завтра. Там, может быть, какие-то неприятности произойти. Понятно. Его надо менять. Ясно. Значит, вы с Габбром на этом первом проекте получили, видимо, и колоссальный опыт, и все-таки дополнительное финансовое вливание, да? С этого момента можно было уже сделать здесь производство и, в общем, развиваться. Совершенно верно. Что, собственно говоря, вы и сделали. Рассказывайте, как дальше двигалась ваша компания? Ну, это любимое детище, это производство, потому что я создавал, я посмотрел другие производства. Ну, не все показывают, надо сказать. То есть, я просился, например, несколько лет назад, уже имея свое производство, делал запрос о том, чтобы приехать в некоторые компании, там, итальянские есть фирмы, которые я очень уважаю. Они отказывают. Не показывают. Ну, в общем, можно понять, зачем им дополнительные конкуренты, тем более, что... Тем более, они знают, что мы конкуренты. Да, да, да. Тем более, насколько я знаю, может быть, вы меня поправите, но вообще-то итальянская продукция здесь достаточно востребована. Они так плотненько так предлагаются здесь. Да, они предлагают, но вот по качеству тех конструкций, которые они предлагают, мы уже их превзошли. Ну, я думаю, что если пригласить итальянцев, они скажут диаметрально противоположное. Тут мы проверить не можем. Нет, это объективные вещи просто, которые можно услышать из уст других людей. Ну, Владимир, мы в любом случае голосуем за отечественного производителя. Да, да. Поэтому давайте действительно вернемся к производству. Это моя маленькая месть, потому что они меня не пустили на производство. А, ну ладно, хорошо. Будем считать, что мстя состоялась. Итак, для того, чтобы построить производство, многие гости нашей программы говорят, что нужно просто вот полжизни положить, и там уже не о килограммах нервов идет речь, а просто о сотнях килограммов. Действительно, очень сложная история. Как у вас это было? Так же сложно, как и говорят ваши гости. Все правильно. Я жил там. Круглосуточно. Ну, фактически, да. То есть много раз и ночевать оставался, и у меня там было место, где остаться. Вот ты живешь на этом производстве. Если ты этим не болеешь и не хочешь этого сделать, у тебя ничего не получится. Это надо на самом деле отдаться этой идее, этой задачи, и ее довести до конца. То есть надо поставить цель и довести ее до конца. Вот много проблем возникает при этом, безусловно. Ну, обозначьте самые такие насущные, самые мерзкие такие проблемы. Ну, самые насущные, например, вам для любого производства нужна электроэнергия. Вот, я так и знала, что про энергоресурсы буду говорить. Конечно. Вам нужна электроэнергия. Самая такая бедная по энергоресурсам страна. Да, да, да. Мы, конечно же... Мы несчастные. Да, мы никак не можем поддержать наших отечественных производителей. Мы, наоборот, должны им вздергнуть так цены, чтобы они загнулись к чертовой бабушке. Правильно? Ну, не хотелось бы. Ну, я понимаю, что не хотелось бы, но, к сожалению, практически все производители говорят примерно об одном и том же. Значит, энергоресурсы, да? Энергоресурсы. Вот одна из проблем. Значит, какие еще проблемы? Ну, то, что мы говорили вам, там, официальное существование, там, аренды, территории, это вторая проблема. Она тоже очень тяжело решается. Скажите, из вашей прибыли сколько седает аренда? Аренда не так много, надо сказать. С процентом отношения я даже боюсь это. Я могу сказать, что это где-то полмиллиона в год приблизительно. Полмиллиона в год. Да. Рублей. Ну, я поняла, да. Так, что касается энергоресурсов, здесь какие цифры мы можем назвать, чтобы, ну, так понимать, какие-то затраты? По энергоресурсам, ну, это приблизительно где-то от 15 до 30 тысяч рублей в месяц. Сколько квадратных метров вы занимаете? 500. 500 квадратных метров, да? По производственной площади? Да, да, да. Да, 500 квадратных метров. 500 квадратных метров, и сколько там сейчас человек работает? 10 человек. Ну, это общая численность. Непосредственно у нас там есть и проектный отдел, бюро такое, где мы сидим, проектируем, где там компьютеры стоят. И есть цех, в котором идеальная чистота, наливные полы. Пускайте, кстати, себе на экскурсию, в отличие от итальянцев. Пускаю. Давайте продолжим разговор о производстве. Один из немногих производственников у нас в программе. Почему их мало? Потому что очень сложно у нас в России наладить любое производство. Энергоресурсы, аренда, это те проблемы, которые вы перечислили. Кадровый вопрос, проблема для вас? Да, проблема. Потому что специалистов в данной области нет, их на рынке не найдешь. Значит, нужно просто найти людей, которые обучаемы, которые хотели бы работать. И вкладываться с нуля в них, да? Да, и вкладываться с нуля, их воспитывать, их обучать, показывать, что и как. Так, это пройдет, ну, по крайней мере, год это минимум, когда человеку уже можно самостоятельно давать какую-то работу. А налоги, таможни, там всякие проверки, это проблема? Или, может быть, знаете, наши предприниматели слишком как-то преувеличивают? Ну, конечно, хотелось бы меньше платить налогов, чем мы их платим, но большой проблем я не вижу. Более-менее нормальной. Хотелось бы просто стабильность определенной, чтобы не менялись правила игры. Да, ну хотя бы там, не так часто бы они. Может быть, они менялись, но не так, чтобы каждый день. Что касается проверок, то тоже грех пожаловаться. У нас была проверка, она связана была с тем, что мы показали НДС к возмещению, а государство этого не любит. А ситуация была банальной, она очень знакома любому производственнику. У нас был крупный заказ, и нам в конце квартала выплатили достаточно большую сумму денег. И мы с этой же суммы заплатили весь НДС. Сразу. А в следующем квартале мы начали расходовать то, что осталось. То есть, ну, это идут приобретения, нам уже материалы приобретать, платить смежникам и так далее. Большие расходы. А приходов больше не было. Поэтому, соответственно, в этом квартале получился НДС к минусу. Ну, вот, значит, а как так, каким образом? Сразу пришли с проверкой. Да, у нас полгода проверяли. Ну, ничего, отбились, все хорошо. Отбились, ничего, все. Сказали, что вернем или зачтем. Ну что, поздравляю. Такие истории, вот видите, тоже случаются. Мне очень понравилось, что когда уже, они к нам приезжали с фотоаппаратами, там фотографировали, вот тут они кушают, тут они работают. Удивительно было, на какие-то вопросы отвечать. Двух свидетелей нужно было пригласить, понятых. Это приезжали представители от налоговой инспекции. Потом нас вызвали с бухгалтером уже в налоговую инспекцию на допрос. Вот это мне больше всего понравилось. Там у них официальный лист такой написан, допрос. Как-то некомфортно. Наверное, ехать было, да? Правда, что-то с вещами, что ли, или как? Ну, я все превратил в шутку. Там такой лист у них опросной есть, она там что-то спрашивает. Я взяла знание иностранных языков, написала прочерк. Говорит, подпишите. Я говорю, почему вы мне написали прочерк? Я знаю иностранные языки. А какой? Я говорю, китайский. Хотите проверить? Да, я не проверю. Хотите, поговорим? И у меня в этом вопросном листе, который мы потом по почте получили, у меня было знание китайского языка. Да, заниматься предпринимательством в России, знаете, нужно иметь большое чувство юмора. Это может от вас спасти в сложные времена. Как у Владимира, например. Без юмора тяжело. Да. Вы обороты свои можете озвучить? Ну, они меняются от года в год. Ну, вот за последний посчитанный год. Ну, приблизительно где-то от 30 до 60 миллионов рублей. Что касается ваших проектов. Мы уже несколько проектов ваших упоминали. Давайте расскажем, чтобы слушатели представляли, что, собственно говоря, вы делаете. Еще два-три крупных проекта. Просто вот расскажем, как они делались. Ну, проще показывать, чем рассказывать. Я понимаю. У нас радио. Ну, еще раз немножко вот о том, что это. Это некое такое большое полотнище, сваренное из специального материала, которое, когда его натягивают на определенные точки, оно приобретает форму. При этом оно становится гладкой, красивой, натянутой, напряженной. И оно может... Эта оболочка, она несет нагрузку, на нее может снег ложиться, она держит ветер там и так далее. Это большие паруса. Вот. Ну, собственно, может быть, от парусов все и пошло. Потому что я с юности занимаюсь парусным спортом. Ну, так, достаточно активно одно время занимался. Вот поэтому эта тема, она была близка. Вот. Ее, кстати, очень часто называют парусной архитектурой. Еще мембранная текстильная парусная. Я набираю синонимы. Парусная текстильная паруса, да, да, да. Ну, они действительно похожи на паруса. Если вы откроете эту парашюрку, то увидите. Про проекты. Проекты. Ну, наверное, из крупных... Кстати, вот один из первых проектов... Вернее, не то, чтобы первых, а тот, который... Вот уже когда мы открыли предприятие и не на коленках работали, а так уже в хороших, красивых условиях, там все было тепло. Это летний театр в Сокольниках. Летний театр в Сокольниках, это ваша тоже история? Да. Вот, следующий. Ну, я не буду говорить о мелких, которые нам помогали. Какие-то полога для машин, там что-то укрытие для бетона. Это тоже все мы сваривали. Технология вообще изготовления — это высокочастотная сварка. То есть у нас есть... Материал покупается в рулонах, он краится. Это как бы большое ателье такое. Вот, он раскраивается, разрезается, соединяется между собой с помощью сварки. Сварка — это высокочастотная сварочная техника. А потом, когда он натягивается, он именно по вот этим краям, он как раз там может быть... Да, он имеет ту форму, которую мы сделали. Но сварить можно все, что угодно. Можно сварить какой-то полок, там, 10 на 20 метров, плоский, который используют, чтобы накрыть, там, какую-нибудь кучу мусора, например, чтобы она не разлеталась. Ну, это из более дешевого материала, но, тем не менее, это те же технологии, те же, грубо говоря, те же материалы. А бывают какие-то симпатичные такие... Это строительная уже архитектура, а это какие-то такие более утилитарные вещи для использования вот в качестве таких вещей. Мы их тоже изготавливали, делали, потому что нельзя отказываться от работы, любая работа хороша, мы же должны были зарабатывать деньги, поддерживать свое существование. А в высокой архитектуре уже только приходилось мечтать, поскольку не появился тот заказчик, который был согласен платить деньги и использовать эти конструкции. И вот один из первых заказчиков, который появился, это сочинский товарищ. У него была набережная в аренде. Такой крутой там бизнесмен. И он захотел построить что-то этакое. Вот. И попал на нас. Ну, там через кучу всяких знакомых. У меня был знакомый архитектор Леонид Звуков, который в Сочи работает достаточно успешно. Он эту набережную там проектировал какие-то береговые части сооружений. А вот этот навес для ресторана, такого концертного комплекса, он порекомендовал своему заказчику обратиться ко мне. Он обратился. Мы долго рисовали разные варианты. Ну, и потом, когда, в конце концов, эта идея родилась, основная, вот, то заказчик был, действительно, в полном восторге, бегал с этими картинками, всем показывал, вот, что у меня будет, вот, что у меня будет. Вот. И в итоге мы построили эту сооружение. То есть вы как это делаете? Значит, сначала заказчикам все это утверждаете, да, Да, ну, как обычная работа любого архитектора. Любого архитектора, да. Потом командируете, значит, команду туда, видимо, и сами тоже выезжаете, если это региональное. Если это на замеры нужно ехать, то мы туда выезжаем, да, чтобы снять размеры этой площадки, снять геосъемку, произвести. Либо мы ее получаем от заказчика. Ну, очень часто мы проверяем, потому что могут прислать какие-то старые варианты там. Как у нас, собственно, и получилось. На нашей геосъемке, которую мы от них взяли, не был отмечен люк канализационный на этой набережной. И мы своими опорами попали прямо на него. Ну, это... Детали уже, в принципе. Да, это банальные вещи, они сплошь и рядом встречаются. То есть как-то потом они решаются. Не, ну, знаете, нюансы чужого бизнеса тоже интересны. Вот поэтому выслать в командировку, это только для съемки. А так, в принципе, все делаете там, а потом отсылаете туда. Да, потом мы едем. То есть у нас полностью замкнутый цикл. То есть мы от проектирования до возведения. И мы же его монтируем. Мы же его сдаем заказчику. То есть заказчик получает уже законченное сооружение, в которое он может вносить там свое оборудование, технологию какую-то. Если это ресторан, то ресторан. Если это дискотека, то, соответственно, это другое оборудование. И его эксплуатировать, использовать. А самый знаковый, самый такой вот большой проект у вас какой? Вот на данный момент, на сегодняшний. Как сравнивать? Что называть большим проектом? Любимый? Или по размерам? А давайте любимый. Потому что, ну, размер, я бы, конечно, понимаю, имеет значение. Да, размер имеет значение. Но не всегда. Любимый какой у вас проект? Любимый. Вот я знаю, что вы футбольное поле перекрывали для Галицкого, например, там, да, для команды, нет? Да, 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 да. Это не, ну, это, наверное, по размеру. Это большой, это большой, это большой. И он у нас, ну, фактически вот эти вот перекрытия воздухоопорные, они у нас уже идут как серийная продукция. Мы только меняем размеры, уже мы отработали настолько хорошо эту технологию, у нас там свои секреты существуют. Вот чем мы отличаемся от итальянцев? У нас там другие крои, другие там условия работы в молочке. Вот, да, они большие. Они большие, они производят впечатление, вот, но они все-таки уже типовые. Поэтому любимым назвать, наверное, я не смогу. Вам, как архитектора, вот на данный момент такое, что-то такое, какого-то любимого ребенка выделить сложно из всех ваших проектов. Ну, вообще ребенка выделить сложно, любимого, как бы все дети нравятся. Ну, наверное, вот, наверное, башня, смотровая башня на Казантипе, вот, наверное, она. Потому что она, во-первых, выбивается из общего ряда, это нельзя назвать это зданием. То есть там нельзя жить, там нельзя работать, это просто некая декорация, она как декоративно красивая, она мне нравится именно вот своей декоративностью. Скажите, а вы вот занимаемся сейчас вот этим делом. Вы, как архитектор, свои амбиции удовлетворяете? Да. Творческие, да? Да. Как вам все-таки повезло? И руками что-то делал человек? Производство, то есть вот это то, что... А вы знаете, удовлетворить амбиции архитектора без реализации своих проектов невозможно. Быть бумажным архитектором, да, есть куча бумажных архитекторов, ну, может быть, им это нравится. Мне не нравится быть бумажным архитектором. Но понимаете, очень многие архитекторы... А чтобы реализовать, вам нужно... иметь это производство. Ну, немногие, согласитесь, архитекторы имеют еще свое производство, потому что... Ну, в этой области мало кто работает из архитекторов. Те архитекторы, которые работают в крупных, там, скажем, каких-то архитектурных мастерских, они все равно реализовывают свои проекты. Вот, кстати, а кто еще работает в вашей области? Ну, не обязательно там архитекторы, а, может быть, просто компании, которые можно было бы отметить. Вообще, в принципе, какое количество игроков на этом рынке? Или, может быть, такой запрос, в принципе, небольшой, что не так уж и много компаний, которые реализуются в себе в этом сегменте? Нет, компаний, которые занимаются подобными конструкциями, достаточно много. Вот, масштабно, наверное, такие крупные проекты, наверное, только мы реализуем. А небольшие навесы, какие-то, там, скажем, беседочки и так далее, есть в компании, да, действительно. Российские или российские? Нет, ну, про западные это отдельный вопрос. На Западе, конечно, они есть. Все-таки, вот если из 100% этого рынка мы возьмем, кто наши или не наши производители лидирует? Вы имеете в виду 100% мирового рынка? Нет, российского. Все, что представлено здесь у нас в России. Кто все-таки реализует большую часть заказов, мелких и крупных? Наши производители или не наши? Вот в области воздухопорных сооружений, то, что мы говорили про Галицкого, про футбольные поля и про другие спортивные сооружения, которые мы построили, воздухопорные именно, то, наверное, пополам. Вот, есть еще 2-3 фирмы, которые делают тоже конструкции воздухопорные, там, и здесь в Москве, и в Питере. Остальные являются поставщиками в основном итальянских воздухопорных конструкций, немножко поставляются из Германии, ну, как правило, БУ. Я думаю, что мы не делали такой анализ, но я думаю, что, наверное, половина. То есть 50-50 лет, да? Может быть, 40-60, все-таки немножко больше, наверное, западных. Вот в этой области, в этом отсеке воздухопорных. Что касается мембранных конструкций, то, безусловно, мы лидируем. Вы как компания Авертека или... Как Россия. Как Россия, да. На российском рынке. На российском рынке. Я поняла, да, я так формулировала вопрос. Если говорить о Мене, то, конечно же, нет, там меньше процента. Скажите, а сколько у вас, вот кроме вот этого Хурганинского аэропорта, реализовано за границей проектов? На Хургада раз, в Венгрии еще три проекта, четыре. То есть, в принципе, конечно же, вы в основном ориентируетесь исключительно на наш рынок. Он растет? Насколько он емкий сейчас? Он очень изменчив. Он нестабилен, этот рынок. И он... Я не могу никак вот поймать какую-то тенденцию, от чего это зависит. Бывает очень много заказов. Ну, во-первых, заказы появляются тогда, когда, знаете, гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот наступает лето, и начинают рестораторы звонить. Причем они звонят так. У них сезон начинается, боюсь ошибиться, по-моему, 1 мая, открытие летних кафе. А закрываются летние кафе 1 октября. Или 1 ноября. По-моему, включен октябрь, не знаю. Ну, зимой нельзя держать летние кафе, это точно. И вот звонки начинаются там 15 апреля, 20 апреля. Активая, как обычно. Как обычно, да. Вот, и в течение... Естественно, кто-то, кто первый позвонил, мы взяли этот заказ. И работаем над этим заказом. Остальные пролетают. Остальные пролетают. Ясно. Потому что, ну, не в состоянии мы сделать к 1 мая, например, все заказы. Мы им говорим, пожалуйста, там, к июлю, к августу. То есть очень такой нестабильный, очень сезонный рынок, да? Ну, и спрос соответствующий. Да. Он сезонный, это точно. Также и спортсмены тоже. У нас основные заказчики — это вот рестораторы, музыканты и спортивные сооружения. Также и со спортом. Построил человек теннисные корты на улице. Все лето там продавал билеты, все играли. Все здорово. Тут осень наступила. Надо бы закрываться. Его клиент спрашивает, а зимой-то мы можем играть? И вот осенний вот этот психоз начинается с сооружениями тоже. Вот нам нужно закрыться до заморозков, до зимы. Тоже берем какое-то количество заказов. Но все, естественно, мы не можем выполнить. Но это не каждый год бывает. Бывает так, что никто ей не позвонит. Мы сидим и думаем, да, как бы нам активировать это. Мы участвуем в выставках, пропагандируем себя. Рекламу даем в журналах. Есть журналы там всякие. В основном по спортивному строительству. Ну и сколько оттуда приходит клиентов? Ну приблизительно так делится. 50% приходит по знакомству. То есть кому-то мы делали. Кто-то приехал какой-то знакомый, говорит, кто тебе это сделал. Вот эти вот, позвони им. И 50% идут по рекламе. Трудно выделить, кто на выставке получил наши брошюры или проспекты. Кто открыл журнал, который этот же журнал он мог получить и на выставке, потому что они там бесплатно раздаются, и открыть его. Поэтому здесь как-то конкретно сказать, что от выставки, что от рекламы, достаточно тяжело. Но половина на половину. Вы бы сейчас стали этот бизнес начинать, если бы с нуля, вот именно сейчас, на том рынке, который сейчас существует в России? С моим багажом знаний? Хороший вопрос, да. Да, стал бы. Это имеет смысл? Да. Что самое противное в том, чтобы быть российским бизнесменом? Да я не вижу ничего противного. Вы как-то задали вопрос, что противного. Ничего противного нет. Что самое прекрасное в том, чтобы быть российским бизнесменом? То, что это не противно. Браво. Хорошо. А вы себя сейчас исключительно ощущаете как именно предпринимателя? То есть не как архитектора, а как предпринимателя? Нет. А как вы себя? Я мечтаю, чтобы у меня был кто-то, кто бы занимался бы всеми вот этими вот вопросами, а я бы остался с карандашом и с бумагой. То есть все-таки не противно, но хочется обратно исключительно в архитектуру? Ну, я в ней присутствую, только мне приходится в два раза больше делать. Даже неизвестно, какое соотношение. Потому что вот эти административные вопросы, они занимают очень много времени. Очень много времени. Включая до таких банальных, что у нас еще три собачки живет там на территории, что подходит сторожа и говорят, у нас там кости кончились или еще что-то. Ребята, ну вы уже как-то про кости хоть решите вопрос, да? Ну, пока не получается. То есть это называется ручное управление. Я говорю, ну скажи, у нас там есть такой комендант условной должности? Я ему говорил. Значит, все стараются обратиться к главному. Ну понятно. Вот кто главный? Вот он, вот к нему иди. По всем вопросам. Главный по всем вопросам. Хотела сначала так вас представить в конце уже как архитектора-предпринимателя. И так, кстати, и представлю. Именно в душе как архитектор-предприниматель, а по факту, по затраченному времени, как предприниматель-архитектор, да, все-таки. Хотя хотелось бы наоборот. Последний вопрос, традиционный вопрос для нашей программы. В одно слово, пожалуйста, обозначьте ваше отношение к последним нулевым годам в России. Вот последние десятилетия, как раз вы свой бизнес делали именно в это десятилетие. В одно слово, пожалуйста. Тяжело. Не противно, как вы сказали, но все-таки тяжело. Но тяжело. Да, вот одним словом тяжело. Противно от того, что ты один в поле воюешь. Никто, все помощи, которые говорят, они только на словах. Реальной помощи никакой нет. Поэтому тяжело. Ну, некоторые предприниматели говорят, может, хорошо, что хоть не мешают. Это ужас, спасибо. Ну да, согласен. Я не согласна, конечно, с этим, но... Нет, вы не согласны, что хорошо, что не мешают? Ну да. Что спасибо за это, вот я не согласен. А то, что не мешают, это хорошо, что не мешают. Да, иногда не мешают. Иногда не мешают. Иногда не мешают. Иногда бывает, что и не мешают. Спасибо вам за сегодняшний эфир. Кстати, насчет поддержки. Так вот еще можно такой вопрос? А что касается вообще не только бизнеса, о принципе жизни, что вас поддерживает? Что меня поддерживает? А, да, кстати, вот меня еще поддерживает так в какой-то степени молодая кровь. Я преподаю еще в архитектурном институте, читаю лекции, веду дипломников. Ну вот возможность там попить молодой крови. Аккуратней. Поддерживает. Понятно. Попить молодой крови. Это неплохо, да, выразить. Да, ну потому что с ними достаточно интересно бывает. Они глупые и тупые, но... А как еще относиться к студентам только так? Вот. Ну, с ними интересно, потому что они могут выдавать какие-то, скажем, ну совершенно фантастические проекты, которые нереализуемы в ближайшие там, скажем, 200 лет. Вот. Ориентируясь на то, что может быть... Знаете, как она надеюсь, сказала... Я говорю, что такую конструкцию ее нельзя сделать. Она у вас очень... Вот вы нарисовали там карандашную линию, говорю, пролет там где-то с километром, например, вы перекрываете. Таких материалов нет просто, которые бы выдержали эти нагрузки, усилия, там все прочее. А я, говорит, проект делаю не с сегодняшнего дня. Это у меня, говорит, проект будущего. Это у меня футуризм. Да, футуризм. Вы ничего не понимаете. А к тому времени, когда это через 200 лет, говорит, придумывают материалы, которые будут способны выдерживать эти нагрузки. А, ну так легко. Я так тоже чуть-чуть неглюю. Да, да, да. Сейчас в расчете на будущее. Но если отсечь там все лишнее, то действительно архитектура очень сильно зависит от того, какие появляются материалы. Вот вы обращали внимание, появились какие-то материалы на рынке, и сразу... Да, да, да. Все начинают их применять. Где-то до противного бывает. Вот, как в свое время там сайдинг появился, все обколотили, да. Потом, скажем, вентилируемые фасады, все остальные стеклянные, там, алюминиевые. Поэтому наличие материала и появление материала влияет на архитектуру. Поэтому девочка не так уж сильно и не права. Вашим парусом все-таки что является еще? Что еще держит? Поддерживает. Поддерживает. Ваш внутренний стержень. Знаете, как у меня одна героиня сказала? Есть такие люди, в основном как раз российские предприниматели, у которых живо в одном месте является одновременно и внутренним стержнем. Ну, это те люди, которые на месте не сидят, а что-то все время делают, понимаете? Поэтому у них вот как-то совпадение такое некоторое есть. Ваш внутренний стержень, он в чем? Желание добиться. Результаты. То есть закончить. От замысла до конца. То есть, ну, я не знаю, как сказать стержень, что стержень является. Сила есть, воля есть, силы воли нет, да? Ну, думаю, у вас есть. Юмор, кстати. Вот, возможность воспринимать какие-то плохие ситуации с другой точки зрения, посмотреть, найти там смешные стороны. Знаете, как ты упал, тебе больно. Теперь ты представь, что ты видишь себя со стороны, ты начинаешь смеяться. Ладно. Вот, то есть возможность посмотреть со стороны и найти в этом какие-то положительные стороны, может быть, смешные. Ну, да, я думаю, что только для этого. Хотя бы стоило поучиться в архитектурном институте, я тогда наш слушателям говорю, чтобы уметь видеть ситуацию под разными углами. Понимаете? Вот это как раз такое свойство архитекторов. Они могут смотреть на пространство, на любое окружающее пространство, на любой объект в этом пространстве под разными углами и под разными точками зрения. С разной точки зрения и под разными углами. И это действительно очень ценное качество в российском предпринимательстве в том числе. Владимир, спасибо вам большое за то, что к нам сегодня пришли. Спасибо, что пригласили. Я очень надеюсь, мы как-нибудь с вами здесь еще увидимся и обсудим ряд других вопросов, которые сегодня не успели. Владимир Ермовов у нас сегодня в программе. Человек, который около 10 лет назад сделал свою собственную компанию по производству быстровозводимых конструкций. Эта компания называется Vertec. Спасибо. Это была программа «Они сделали это». С вами была Елена Лихачева. С вами прощаюсь. До завтра. Счастливо. До свидания. До свидания. До свидания.